Телеканал КРТ представляет Его поддержали 51,03 избирателей, в то время как за Рафова от Шасковского отдали голоса 48,97 поляков. Как видим, перевес вышел совсем небольшим. В некоторых странах, не будем показывать пальцем, победа на выборах одного из кандидатов с таким маленьким отрывом неминуемо вызвала бы попытку переиграть результат за счет уличных выступлений. Но это явно не о Польше, которую некоторые аналитики иронично называют любимой женой США в Европе. Стабильность в столь важной с геостратегической точки зрения стране поддерживается всеми внутренними и внешними силами. Несмотря на то, что для Польши прошедшая президентская гонка выдалась довольно жаркой, различия между подходами кандидатов к внутренней политике и экономике были минимальны. Впрочем, нельзя сказать того же о внешней политике. По данному вопросу Дуда и Часковский придерживались разных и даже конкурирующих между собой точек зрения. Первый всячески позиционировал Польшу как форпост американской политики в Европе. Приглашая в свою страну американских военных и даже выражая готовность платить за размещение американских баз, Дуда стремился повысить польское влияние внутри Евросоюза и сделать Варшаву при поддержке из Вашингтона одним из его центров силы, противостоящим Старой Европе в лице Парижа и Берлина. Консервативная и клерикальная идеология партии «Право и справедливость» как нельзя лучше согласуется с аналогичными взглядами действующего президента США Дональда Трампа. Последний, кстати, демонстративно принял Анджея Дуду в Вашингтоне в конце июня и заявил о намерении перебросить в Польшу 9,5 тысяч американских военных из Германии. Таким образом, Трамп засвидетельствовал свою поддержку польскому лидеру. Однако, свои внешнеполитические покровители были и у Часковского. Будучи сторонником переориентации польской внешней политики с Вашингтона на Брюссель, он всячески старался заручиться поддержкой либерально настроенного электората. Исходя из этих ценностных установок, главный оппозиционный кандидат поддерживал связи с брюссельской бюрократией и даже проводил телефонный разговор с экс-президентом США от демократической партии Бараком Обамой в ходе предвыборной кампании. Иными словами, в минувшее воскресенье в Польше либерализм столкнулся с консерватизмом, а евроориентированность с американоориентированностью. На уровне риторики и агитации среди простых поляков эта дихотомия часто сводилась к упрощенной формулировке вроде «вы за католиков» или «за геев». И хотя Польша вошла в семью европейских народов еще в 2004 году, при такой постановке вопроса перед ее населением выбор в пользу католиков очевиден. Видимо, не доработали либеральные структуры дедушки Сороса. А может, просто проклятое тоталитарное прошлое никак не отпускает? Так или иначе, получатели американских грантов смело могут запрашивать дополнительные суммы на пропаганду ЛГБТ-идей в стране. Ну а пока победил Анджей Дуда, польские обозреватели с иронией обсуждают публикации о прошедших выборах в иностранной либеральной прессе. Вот, например, что пишет журналист Йенджей Белецки в газете «Жечь Посполита». Цитата. Сообщения мировых СМИ в понедельник рисуют картину страны, измученной призраками, которые Запад давно отрицает, или, по крайней мере, к которым никто там не апеллирует на уровне официальных правительственных заявлений. Зарубежные корреспонденты указывают, что для мобилизации своего электората президент Анджей Дуда не только дал дополнительные обещания социальных субсидий, но прежде всего нагнал на избирателей страх. Прежде всего перед цивилизационными изменениями, отправной точкой которых станут равные права для однополых пар. По данным мировых СМИ, политическая программа президента должна привести к дальнейшему ужесточению отношений с Брюсселем, потому что после судов и государственного телевидения в списке учреждений, которые могут потерять свою независимость, появятся частные СМИ. Как видим, в Польше хорошо осведомлены о той истерии, которая царит в западных либеральных СМИ по итогам выборов. Тем не менее, сами польские журналисты говорят о том, что победу Анджее Дуди принесло отнюдь непресловутое запугивание. Так, обозреватель Михаил Куланко в своей статье под названием «Что принесло президенту Дуде победу» пишет следующее. Цитата. «Компания президента Анджея Дуды выполнила стратегические установки, которые заключались в мобилизации избирателей, не только сторонников права и справедливости, на референдум о пятилетнем правлении объединенных правых. Поддержка премьер-министра Муравецкого, который в общей сложности посетил более ста уездов по всей Польше, оказалась важной в этом отношении. Сотрудники штаба выбрали для визитов места, где президент Дуда имел самые большие электоральные резервы. Муравецкий в своих выступлениях подчеркивал достижения пятилетнего периода, а также рассказывал об инвестициях как способе пробудить экономику». В общем, вопреки либеральным завываниям, поляки голосовали не из страха и не от непонимания современных культурных трендов. Просто выбирали того, кто предложил им более реалистичную программу выхода из кризиса, что выглядит вполне логично в условиях пандемии коронавируса. Редактор субтитров А.Семкин